Итак, у нас есть замечательные новости, как раз таки для наших аграриев, тех людей, которые занимаются землевладелием, выращиванием зерен и так далее. Смотрите, господдержка Крыма за 5 лет превысила 12 миллиардов рублей. Только представьте, вот допустим, самая крутая у нас больница, которая сейчас строится, она стоит 3 миллиарда, да? Так. А это, считай, как 5 самых крутых в Крыму больниц, самых масштабных, оснащенных супертехникой, вот столько денег, повложили как раз таки в эту отрасль. Ну вот именно поэтому мы стали есть с Димой больше хлеба, мне кажется, главное, чтобы это не сказывалось, но о том, как есть хлеб и не набирать при этом лишний вес, расскажет Татьяна Балыкина. Яичница, омлет, овсяная каша и, конечно, бутерброды. По статистике, это самые популярные виды утреннего перекуса. Галина Панина – фитнес-тренер. Голодная, с дома не уходит никогда. Завтракает плотно и всегда с хлебом. Привычка осталась с детства. Мама готовила кашу, намазывала хлеб маслом. Теплые воспоминания, естественно, с детства. Вот до сих пор повторяю это ежедневно. Недаром говорят, что хлеб – всему голова. В нем содержатся практически все необходимые для организма питательные вещества. Классический батон – бородинский, карельский, сырный или все-таки отрубной. От изобилия сортов и видов хлеба на прилавках магазинов даже глаза разбегаются. Так в чем же разница, чем один лучше другого? Может и правда существует такой хлеб, который можно есть и не думать о лишних калориях? Истинные ценители выпечки предпочитают авторский хлеб, сделанный вручную. Он не намного дороже магазинного, зато его можно купить еще теплым. Владимир Бабанов в профессии уже 15 лет. Когда-то еще маленьким мальчиком помогал на кухне маме и бабушке. Теперь создает авторскую выпечку. Среди его фаворитов французский багет и хлеб фитнес. Готовят их из муки высшего качества. Делается все на стандартных ингредиентах. Мука, сахар, соль, дрожжи. И плюс можно добавить немного закваски. Готовое тесто нарезают и формуют, затем отправляют доходить. Где-то минут 20-30 проведут они в расстойке, затем мы достанем в условиях. Влажность 75% и температура самой расстойки 36-40 градусов. Расстойка – это самый важный процесс в приготовлении хлеба. В шкафу для расстойки происходит не только брожение теста, но и формируется вкус. За полчаса заготовка поднимается и увеличивается в два раза. Теперь мы можем поэкспериментировать. Украсить можно по сути чем угодно. Мне больше всего нравятся хлеба зерновые с кунжутом. Кунжут леный подсолнечник. Выставляем для этой печи температуру 200 градусов. Примерное время выпечки 15-20 минут. И соответственно, чтобы у нас изделие увеличилось в объеме, получили мы хорошую корочку, мы подаем пар. Сразу из печки на прилавок хлеб не попадает. Еще полчаса в теплом месте ему нужно, чтобы остыть. Важно проследить, чтобы из-за резкой смены температуры он не осел и не растрескался. Свежеиспеченный хлеб. Горячо, но аромат непередаваемый. Врачи его в таком виде есть не разрешают. Говорят, что бредно для здоровья. Нужно подождать, пока он остынет, тогда раскроется настоящий вкус. Так какой же все-таки хлеб покупать? Диетологи советуют выбирать сдобу без дрожжей из муки высшего качества. Норма за сутки это 250 грамм хлеба. Из них 150 граммов приходится на долю пшеничного хлеба, 100 граммов на ржаной. Если у человека есть ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, тогда количество хлеба следует ограничить. Перед покупкой обязательно проверяйте состав. И помните, чтобы фигура от любви к хлебобулочным изделиям особо не пострадала, то их все-таки стоит есть в меру. Татьяна Балыкина, Игорь Сюткин. Утро нового дня.